Привет, я Мазунов Михаил, я предприниматель и артист-менеджер, и это BassRun. BassRun – это платформа, созданная для артистов и музыкантов, помогающих им сблизиться со своими фанатами под единым флагом спорт. А также это отличная возможность единомышленникам встретиться, хорошо провести время, с пользой для здоровья. И сегодня у нас специальный гость – Кирилла Слепуха. Пару советов от Кирилла Слепухи по бегу. Вы не смотрите на мою фигуру, я сейчас не готов. В общем, в первую очередь важна система, регулярность. То есть нужно бегать хотя бы три раза в неделю, но делать это постоянно. И скорость бега, на мой взгляд, не должна быть высокой. То есть, я думаю, достаточно пробегать 4-5 километров таким легким бегом. Здесь важно дыхание и какую цель ты преследуешь. Если ты, конечно, преследуешь цель похудеть, то тебе нужно одевать много одежды на себя, чтобы выходила вода. Если ты преследуешь цель поддерживать свое здоровое физическое состояние, то можно просто бежать в комфортном для тебя ритме, и все будет окей. Вот. Еще немаловажный момент. Нельзя бегать по асфальту. Нужно бегать по стадиону, по резиновому покрытию или по травке в парках. Почему? Потому что, когда бегаешь по асфальту, забиваются икроножные мышцы, и для связок коленей, для связок голеностопов это крайне опасно и вредно. Поэтому те люди, которые бегают по асфальту, это ошибка. Вот. Еще часто я наблюдаю такие ошибки, что люди бегают вдоль дороги и дышат вот этим вот воздухом от машин и так далее. Маленький совет. Лучше уйти куда-нибудь в парк и пробежаться в парке, ведь свежий воздух, он тоже очень важен для любого человека, а бегающего человека тем более. Бегайте, занимайтесь спортом, соблюдайте режим, слушайте качественную музыку, слушайте релизы на Red Lake. Итак, это была отличная пробежка, я еле выдержал на самом деле, признаюсь, но это было круто, для первого раза пробежать 4 километра, особенно с такими людьми, с фанатами, с нашим тренером, с нашим замечательным гостем Кириллом Слепухой. Кирилл, как тебе? Ну, я очень рад, что мы добрались до финиша, вот, я очень рад, что ты добрался до финиша, хоть тебя приходилось поддерживать, подталкивать, вот. На самом деле идея очень замечательная, не просто где-то собраться реально в баре или на какой-то тусовке, а объединить вот эту вот любовь к музыке и связать ее с любовью к спорту, а если даже не любовью, то прививать вот эту вот любовь к спорту, это, конечно же, здорово. Мне очень понравилась сама концепция вот этой задумки, ты молодец. Спасибо. На самом деле 6 лет не организовывал мероприятие, сегодня было такое приятное волнение, с утра, может быть, не стоит, но я на самом деле доволен, как это все произошло, и хотел бы, чтобы мы провели небольшое интервью, и люди немного узнали о тебе больше, о том, откуда пришел, кем ты сейчас являешься и какие твои планы на будущее. Можешь рассказать немного о своем прошлом? Я знаю, что оно у тебя очень богато, до того, как ты стал заниматься профессиональной темой, чем ты сейчас занимаешься. Ну, оно не настолько разнообразное, оно действительно... Я был профессиональным баскетболистом, то есть с самого раннего возраста, я даже не помню, еще ходить не мог, отец брал мне на свои тренировки. То есть у меня не было такого момента, когда мне привели, допустим, в баскетбольную секцию, то есть я, грубо говоря, родился с баскетбольным мячом, собственно, и преследовал вот эту вот мечту, тренировался, в 15 лет я подписал свой первый контракт с Уралгрейтом Пермь, город. Это баскетбольный клуб? Баскетбольный клуб, да, стал чемпионом России, потом мы все переехали в Москву, короче, я поиграл более чем в 10 клубах в стране, у нас стал чемпионом России среди юниоров, дважды серебряным призером, лучшим плеймейкером страны, это вот так немного о баскетбольных регалиях, ну и выступал за сборную России среди юниоров на чемпионате Европы и на мировом турнире в Германии. Вот. Это о баскетбольных заслугах, собственно. И потом жизнь моя в продолжении, я сейчас расскажу, немного поменялась. Почему? Абсолютно непредсказуемо. Я в межсезонье, я должен был подписывать контракт с ростовским баскетбольным клубом, и я поехал, ребята из команды просто меня в прикол зарегистрировали на телепроект, на кастинг, и я понравился, меня взяли. И я подумал, у меня два месяца отдыха, почему бы не съездить на халяву в жаркую страну, не торганой ТПИ, да? А что это было? Что? Что за проект? Что за проект такой был? Ну ладно, каникулы в Мексике на МТВ. Было дело, вот, собственно. И пришел я туда, побыл там три недели, меня оттуда выгнали очень трагически, и вся страна переживала, я всем понравился, особенно всем девочкам. Я выглядел не так, как сейчас, я был более худой, более такой миловидный, без бороды, вот. И всем девочкам понравился, и пять тысяч человек написали петицию, чтобы меня вернули на проект. И тут возник вопрос, у меня начинает сезон, время уже сентябрь, или же попробовать вернуться, вот. И, собственно, я очень долго думал, совещался там с тренерами, агентами своими баскетбольными, и мне сказали, Кирилл, лучше попробовать и пожалеть, чем пожалеть, что не попробовал. Собственно, я ушел на проект, вернулся туда уже, как бы, в регалиях такого, за меня пять тысяч человек проголосовало, то есть уже такой крупный. Я представляю. Да, башня, вот. И с одной девочкой мы выиграли этот проект, один из этапов, я вернулся в страну, и такой, баскет возвращаться не хочется, есть некая популярность, и я так подумал, чем бы начать зарабатывать деньги. То есть есть популярность, но эта популярность, почему спустя пять лет я, ты берешь у меня интервью, да, как бы, вроде не лох, да, почему ты берешь у меня интервью? Потому что я сразу понял, что эта популярность, она очень-очень-очень короткая, она буквально там два-три-четыре месяца. Потом приходят новые проекты, приходят новые люди, начинаются новые сериалы, и вот эта медийность непосредственно телевизионная, она кончается. Я сразу разработал для себя такой план, в первую очередь ни в коем случае не рекламировать себя как участник каких-то проектов, а позиционировать себя как музыкант. Потом я научился играть сам, для человека с телевизора это очень такая редкость. И, собственно, потом я понял, что как-то нужно отличаться непосредственно в музыке, что то, что играет любой зашкварный диджеем на стране... То есть ты стал диджеем, да? Я стал диджеем, да, но я стал необычным диджеем. Я сразу себе открыл потенциал, что я какой-то немного не такой, что меня прет от музла. Я сразу же на тот момент, в 2012 году начал играть там Нари Милане Атом, да, там Антидот, то есть у меня сразу пошло предпочтение музыки более такой и демной. И, конечно, я столкнулся с такой проблемой, что, Кирилл, ты играешь в жесть, ты играешь в мясо и все. Но потом, благо, до людей дошло, что еженедельно люди от гостей, от резидентов слышат одинаковую музыку. И тут приезжает Кирилл Слепуха, который трясет волосами, прыгает в толпу и ведет себя как какая-то обезьяна за пультом. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но есть в этом какая-то изюминка. И начали возить меня непосредственно за вот это вот шоу. И вот эта музыка, которая, казалось бы, минус, что, чувак, ты играешь слишком жестко, она стала моим плюсом. Вон, Собнинская люди специально пришли на меня на то, чтобы послушать вот такую жесткую музыку, потому что достали всех вот эти все Мамы Любы, Лабутаны и прочие, Витя Натану. Машапы. Не Машапы, а просто русская попса. Я никогда не играю русской, никогда. И, конечно же, в прям уж совсем местах, где не прокатывает, пришла мода Оливера Хелденса, Дона Диабло. Такой модненький фьючер хаус, который, собственно, не жесткий, не бегром. Который тоже будет хорошо заходить в клубах. И, как я всегда говорю, что все зависит от подачи. Если ты прям колбасишься, то можно и хардстайл в клубе, чтобы зашел. Вот. И, собственно, после я понял, что на этом образе далеко не выйдешь, как бы нужна музыка. Начал учиться писать. Наверное, потратил, наверное, тысяч пятьдесят на занятия. Понял, что, короче, писать музло это нужно... Чтобы писать музло такое, чтобы выходить на уровень, там, Дэвида Гетты, Афроджека, Зеда или Мартина Гаррикса, нужно реально десятилетие. И бесконечный талант. Я понял, что, как бы, я... Это очень долго ждать. И я решил пойти по другому пути, который не оказался легче. Вот. Я сначала нашел госрайтера, который писал мне треки, но и, опять же, тут моя соображалка меня не подвела. Я понял, что на гости далеко не уедешь, потому что никто не любит госпродакшн, когда артист сам не пишет. Можешь немножко представить, что такое госпродакшн? Ну, когда не ты пишешь, а тебе пишут треки на заказ. Допустим, ты платишь шенную сумму денег, и тебе присылают трек. Это не любят. Даже вот, когда мы, забегу немножечко вперед, создали проект Кида, а Фроджек перед тем, как нас подписать, первым делом привез нас в Амстердам, посадил на студию и сказал, показывайте. То есть это очень важно. Это очень важно. Ну и вот, и я выбрал, наверное, лучшего саунд-продюсера в стране. Ну, одного из самых лучших. Лучшего, на мой взгляд. Вот, и сделал с ним проект. Было сложно, потому что на тот момент был удачный проект у Данила Шиловского из Полинс, и, наверное, переговоры мы с ним ввели на чуть ли не год. Вот, и, собственно, это все произошло. Мы сделали с Данилом проект, который называется Кида, но уже были какие-то связи, то есть уже были какие-то прямые контакты, уже было уже никакое понимание рынка. Вот, и, собственно, всем этим я воспользовался, и мы сразу же наш первый трек подписали на Вол, и все это большая ерунда. Я уже повторялся, что многие артисты ошибаются, что говорят, что ноунеймы не берут. В нас взяли на Вол абсолютно, мы не имели никакого имени. Первый трек. За счет таланта, да? За счет того, что понравилась песня, за счет того, что понравился трек. И, безусловно, Афроджек увидел потенциал в нашем проекте. Вот, а ему не важно, пишу ли я или пишет ли Данил. То есть главное, что в проекте кто-то пишет. Это очень важно. И, собственно, сейчас мы продолжаем работать в таком направлении, что Данил пишет. Я пытаюсь это все реализовать. В какие-то моменты, в самые какие-то моменты ты мне помогаешь, да? Вот, как минимум советом, да? Или даже связи. Ну, а на сегодня... Вот, да. Вот, и я езжу, выступаю. Безусловно, если Данил захочет, он будет ездить вместе со мной, и мне даже будет веселее. Но на данный момент ему гораздо комфортнее сидеть дома. И на самом деле это очень хорошая модель работы, потому что один сфокусирован только на продакшене, только на музыке. Он не отвлекается ни на какие туры, ни на какую-то там менеджментскую работу, ни на ведение соцсетей и так далее. Всем этим занимаюсь я, Данил занимается музыкой. И вот у нас вот это четкое распределение обязанностей на данный момент показывает, что эта система работает. Да, я с тобой соглашусь, потому что я считаю, что артист должен заниматься тем, что у него лучше всего получается. Это выступлениями и написанием музыки. Но когда это нет возможности, и когда есть в проекте 2-3 человека, то должен один из участников обязательно выполнять эту функцию, потому что без этого никак. Так вот, расскажи нам немножко о своем настоящем, какие у тебя проекты, что было знаку в последнее время, буквально в этом году. Я наконец-то получил визу на четвертый раз, и это было какое-то счастье, потому что когда поступило приглашение, но на самом деле приглашение не поступало. То есть ты знаешь эту историю, что у Афроджека, почему мы выступали там, потому что у Афроджека есть свои сцены. Но у Афроджека есть и 12 резидентов, а мест, он, допустим, вол, лейбл вол, это не, допустим, не Мэтт Дэдсант, не Осло, да? Осло, да, правильно? Осло. Ну, с криликса лейбла. Осло. Где все звезды уже самостоятельные звезды. То есть там 12, у нас 12 резидентов, и из них выступает только 3-4, а остальные крупные имена, как Валентина, Хан, Баш Жекер, Скрэй Дэвид и так далее. И вот нужно было попасть вот в эти 3-4 имени. А это очень сложно, потому что из 12 резидентов как раз-таки 3 человека находятся в менеджменте Афроджека. Вот. И пришлось даже доводить иногда до какого-то, намекая на какой-то шантаж, что там, вот не уйтили нам с лейбла, вы ничего нам не делаете, бла-бла-бла-бла. То есть приходилось действительно всеми правдами и неправдами пробиваться. Ну, спасибо Бобби Бернсу, спасибо Афроджеку, которые поверили в нас, которые дали нам это время. Которые... Мы выступали в этом году на Ультре в Майами. И даже больше скажу, не было, не было рабочей визы. И когда они сказали, с туристической визой ты не имеешь права выступать, я говорю, ребят, ну, может быть, вы напишите там на афише как-нибудь Special Guest, и проект Кида выступит. И долго думая, они все-таки пошли на этот риск ради нас. То есть отдать должное им. И на Balaton Sound в Венгрии, на Tomorrowland в Бельгии, на Ultra в Хорватии. И действительно, время еще было такое, что еще более приятно, что на Tomorrowland поставили играть перед Валентином Ханом. То есть это почти топовое время, там, с 4 до 5 часов дня. То есть был полный стейдж. На Balaton Sound я играл сразу же после Афроджека. То есть тоже топовое время. Не в 10 часов вечера, там, допустим. То есть это тоже такие мелочи, говорят о том, что вот эта вот смесь, то, что ты продавливаешь, и то, что в тебя верят, она приносит вот эти вот плоды. Поэтому этот год, особенно это лето, оно, вот этот июль, я скажу, сказал бы так, это просто было 9 числа Balaton в Венгрии, 100 тысячный фестиваль, 16-е Ultra в Хорватии, 22-е Tomorrowland в Бельгии. Ну, это просто космос. Вот. И, конечно же, это все круто, и это все замечательно. Но есть одно но. Что если в следующем году проект Кида не будет выступать на Tomorrowland или на Ultra, то это уже, извините, ребята, обосрались. То есть мы сделали вот эту планку, и сейчас нужно ежегодно эту планку поддерживать. И в идеале эту планку не то, чтобы поддерживать, а поднимать, как Саша Шаповалов, который выступал на Main Stage. Вот. То есть нужно сейчас на всех этих фестивалях также продолжать участвовать ежегодно и стараться попасть на Main. Да, ты сейчас говорил о двух очень важных вещах. То, что, первое, артисту всегда надо быть активным. Неважно, есть у вас менеджер или нет, это ваши карьеры, вы держите все в ваших руках. Соответственно, вы должны продавливать всегда свои интересы. Менеджер, если есть или нет, это дополнение команде, не надо на него сваливать вину. Если что-то не получается, это всегда командная работа. Значит, вы где-то упустили. Поэтому, как в случае с Кириллом, он знал, что есть большая конкуренция, он предпринял определенные действия для того, чтобы выступить на этих всех фестивалях. В том году не взяли никуда. У нас в топ-10 попало два эдита Афроджека, вы нас не берете. Почему? Афроджек играет наш трек Балангала уже полтора года, вы нас не берете. Почему? То есть этого было недостаточно в том году. Я весь год думал, думал, думал. И в этом году предпринял какие-то меры, за какие нитки подергать, чтобы туда попасть. Собственно, это помогло. И, конечно же, не то, что я такой крутой, подергал за нитки, и меня сразу испугались и взяли. Просто все так сложилось, что и они поверили в нас, и мои доводы были весомые. И все сложилось так, что мы оказались на этих фестивалях. Ну и здесь, безусловно, ты сам прекрасно знаешь, как у меня получается тактично офигевать, нагло что-то просить. Сейчас у Афроджека день рождения в сентябре, там будет играть космический состав артистов. Я такой, а там не будет время, может быть, с трех до четырех ночи. Если сказать нет, не будет, я такой, а может с четырех до пяти. Как бы, вот, и таким способом, на самом деле, тактичным, тактичным вот этим вот продавливанием, как бы тактичной наглостью. Не наглостью, как вон джипол бывает офигевая, да, а действительно такой тактичной. Можно действительно что-то себе продавливать. Да, так вот, вторая вещь, которую каждый артист должен делать, это планирование. Кирилл запланировал, мне надо держать планку, мне нужно в следующем году обязательно выставить, может быть, не на этих фестивалях, но на каких-то других равнозначных, чтобы поддерживать уровень профайла. Это все относится к стратегии, к планам. Соответственно, вы выставляете себе задачи и движетесь. Как вы к ним будете двигаться? Тем или иным способом надо достигать. Если вы их не достигли, надо пересматривать либо свои планы, либо думать о том, почему это не произошло и исправлять эти ошибки. Да, я последнее скажу, музыка очень важна. Очень важна. Но я знаю очень многих артистов, у которых очень много музыки, даже на хороших лейблах, но их нет нигде. Поэтому здесь у нас, я не скажу, что много музыки, у нас выходит там одна песня, один трек в 3-4 месяца. Это действительно мало. Но при вот этом огромном желании, которое у меня и у Данила есть, это не мешает нам выступать на всех вот этих крупных фестивалях. Да, D.O.D. он выпускает трек каждые 3 недели на разных лейблах, поэтому он за счет музыки везде. А я считаю, что наш успех, это вот непосредственно та музыка, пусть она не частая, но она, каждый трек он запоминаемый, каждый трек успешен. И вот эта вот напористость, да, она помогает нашему успеху, нашему проекту двигаться. Вот. Не знаю, если бы была бы сцена в Afrojack, не было бы сцены, я бы, наверное, стал бы искать и затисываться куда-то в другие сцены, как бы, я думаю, что не помешало бы. Но я бы пробовал. Ты бы не опускал руки, я просто двигался к той цели, которую ты себе поставил. Да, да, безусловно. Да, здорово. Я хотел бы упомянуть о том, что у Кирилла в этом году по поводу музыки было, что, официальный релиз на такого артиста, как Z. Ремикс. Ремикс официальный. Со-авторство в треке Дэвида Гетто и Ники Минаж и Лилу Вайна «Light My Body Up». Коллаборейшн с Afrojack'ом. Ну, с NLW, да, с его вторым никнеймом. Ну, можно сказать, с Afrojack'ом, да. Расскажи, пожалуйста, не... Еще релиз на лейбле Hardwell'а в IP-компиляции Miami EP на лейбле Revealed Recordings. Наконец-то сбылась моя мечта. Я издал... Детская? Да, детская на Revealed. И когда я выпустился на Revealed, я такой... То есть я сейчас так же... У меня до сих пор есть мечта издаться на Spinning. Мне кажется, когда у меня выйдет релиз на Spinning, да, я так... И чё? Ясно. Создавала, короче. Я так прервал немножко. Расскажи, наверное, не то, как создавалась музыка, а как вообще эти люди в общении. Как David Getto, как Z, как Afrojack, как эти люди идут? Идут ли они вообще на общение? Уделяют ли они внимание? Как они реагируют, когда тебя видят? Расскажи немножко об этом. О человеческой составляющей вот этой... За кулиси вот эту, когда люди не видят уже изданный трек с обложкой там в соцсетях. А как это вообще вот общение с этими людьми? Ну, на самом деле, это очень всё интересно, когда ты начинаешь с ними общаться за кулисами. И когда ты с ними общаешься, уже, допустим, подходишь к David, да, Getto, вот как у меня было в Майами, то есть ты подходишь, тебе говорят там, это Кида, то есть меня Кирилл никто там называет, то есть говорит, это Кида. И он такой, а, нет, типа, я подхожу, допустим, вот так, то есть он на меня даже не смотрит. И когда ему говоришь, йоу, David, это типа I'm Kida, и там сразу же столько объятий, столько радости, как будто он, я не знаю, как его маму встретил. Покажи, как он обнимается. Он обнимается вот так. Короче, дело в том, я бегал, а не пешком ходил. В общем, я думаю, что когда он смотрит на тебя не как на простого человека, а как, допустим, на, ну, не равному ему, но как бы на тоже крутого чувака, а он считает нас крутыми, потому что всё-таки мы соавторы, то есть в глазах мы не какие-то лохи. И он сразу начинает с тобой общаться наравне, как будто там с ним общается, там, я не знаю, Седрик Гервас, да, вот какой-нибудь его это там, вот. Вот. И то же самое о Фраджек, да, то есть когда я встретил его, вот это тоже был интересный момент, я встретил его, мы когда приехали, мы с ним, у нас было назначено встреча на вечер, но я встретил его на улице, и я бежал за ним, я такой, а он огромный, я такой, Ник, Ник, он на меня даже не смотрит, он такой, Ник, 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 он на меня смотрит, я говорю, Ник, I'm Kida. И он сразу же, давай обниматься, не буду показывать, как обнимался, как он обнимался, вот. Вот, но фишка в том, что когда ты говоришь, что ты вот Kida, а они знают, допустим, уже знают, они общаются с тобой наравне, и ты не чувствуешь какого-то, и ты просто у тебя... Нет барьера, да? Нет барьера, и у тебя взрывается мозг, после, ты тоже с ним общаешься, вот так, как я с тобой, а после, я потом провожу анализ, стоп, с кем я сейчас только что говорил? Во-во-во-во-во-во-во. А, а, меня фоткали, вот, но, конечно, из всех я выделю Зеда, вот, это человек, от которого даже нет энергетики, вот знаешь, от каждого крутого артиста есть энергетика, все-таки вот этого, какого-никакого превосходства. От Зеда этой энергетики нет, то есть, я не знаю, плохо это или хорошо, но это просто пацан, то есть, Гетто, по нему видно, что это Тиес, что это легенда. А Зед, он настолько простой, и, наверное, это круто, что вот он идет, и как будто идет пацан, то есть, у него нет вообще никакого, то есть, если там, афражек, есть какой-то образ, то есть, он там, когда идет по бэкстейджу, да, на сцену, он идет в образе, говорит, Зед, он настолько, настолько открыт, и он даже в переписке, да, в WhatsApp общаешься, то есть, ему можно просто написать, йоу, чувак, ты сегодня где? То есть, он, да, я сегодня в Лас-Вегасе, то есть, он не краткосложно отвечает, а прям очень открыт к общению, то есть, вот его я прям выделю, ну, а так... Он говорит по-русски? Да, когда, ну, немного говорит по-русски, и когда я его спросил в Майами, ты, типа, говоришь по-русски, он сказал, я говорить немножко по-русски. Да, и, конечно, в тот момент мне захотелось вообще просто упасть ему в ноги, и ладно, я не буду продолжать. Ну, короче, он молодец, да. Ясно, спасибо тебе такое про экскурсы немножко вот за этой кулисной жизни, и я хотел бы немножко рассказать про другую сторону Кирилла. Кирилл, как он сам сказал, он спортсмен, он очень много времени уделяет спорту, именно баскетболу, и когда я его позвал на эту тренировку дружественную, он откликнулся. Что для тебя вообще спорт в жизни? Ты можешь себе представить, как бы, без недели две-три, без тренировок, без нахождения на корте или на где-то пробежках с друзьями? Что для тебя спорт вообще? То есть можешь поделиться, можешь промотивировать своим примером тех людей, которые нас смотрят? Спорт – это жизнь, нет, короче. Потак, песенек! Короче, нет, шутки шутками, но спорт для меня, как бы, на самом деле, когда играешь профессионально в баскетбол, когда это две тренировки в день, и ты понимаешь, что ты выходишь на площадку, на тебе огромный груз ответственности, что если ты плохо сыграешь, то у тебя будет плохая статистика, вы проиграете, на следующий сезон ты не подпишешь контракт, ты будешь неудачником, не заработаешь денег, и ты дно. А когда это любительский спорт, как в моем случае сейчас, это просто космос, это, во-первых, ты понимаешь, что ты сильнее всех на голову среди любителей, потому что ты играл раньше профессионально, и это тоже интересно, и тебя ничего не напрягает, абсолютно тебя ничего не напрягает, и сейчас для меня каждая тренировка, каждая игра – это праздник, это реально праздник, и представить себе без этого я не могу, не могу представить себе без спорта, без баскетбола, без баскетбола, в принципе, на спорт мне как-то, то есть я могу не бегать, мне это неинтересно, честно скажу, я могу не ходить в качалку, я заплыл весь жиром, но мне не мешает это хорошо играть в баскетбол, и быть хорошим мужем, вот, мужем не мешает мне быть хорошим, да, поэтому… Да, вот вторая часть я тебе перебью, вторая часть важная в жизни Кирилла, как бы будущее спортсменом, музыкантом, это быть отцом и мужем, как ты вообще можешь совмещать все эти три вещи, я знаю, что у тебя расписано буквально каждый день, что ты делаешь, что успеваешь делать свои социальные сети, работать над музыкой, делать выступления, порой по два раза, три раза в день, это было полтора недели назад, как пример, находиться со своей семьей, как ты это совмещаешь, есть ли у тебя какие-то секреты свои, собственно? Ну, мой самый главный секрет, что моя жена всячески меня поддерживает и никак меня не напрягает, то есть, точнее, то, что она меня не напрягает, и есть с самой большой поддержкой, то есть, я захотел, я взял, уехал к джиполу с ночевой, то есть, и мне не выносит никто мозг, а я тут, то есть, с дочкой, а ты только приехал с выезда и уехал там к своему другу, там куда-то с ночевкой, там тусить, отдыхать, то есть, она меня полностью не напрягает, это, конечно, очень мне помогает. Второй момент очень важный, что четыре с половиной года мы с ней вместе, год мы в браке, и вот эта вот бесконечная вера в меня, что я буду очень крутой, очень крутой, и она говорит, и она говорит, то есть, Даша до меня была с какими-то там олигархами, и я думаю, порой, зачем вообще она уж вообще променяла всю вот эту вот лакшери жизнь на меня, на вот голодранцы, нищеброда вообще, я на тот момент вообще еще даже без машины был. А она просто верит в меня, и она хочет с самых низов подниматься, собственно, что и происходит, как бы, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы поднимаемся, и мы делаем вот этот вот наш быт вместе, то есть, сначала купили одну машину, поменяли, сейчас уже третью, купили квартиру, сейчас сделали ремонт, и, собственно, мы идем и развиваемся, и Даша говорит, что там через 3-4 года я буду ездить на Range Rover за 10 миллионов, там, а ты ходить пешком, козел, нет. Короче, мы будем очень богаты, и ты будешь очень богатым и очень крутым, вот, поэтому вот эта вот вера в меня, в моей супруге, она меня очень сильно поддерживает, поэтому, если кто говорит из пацанов, что, там, допустим, спортсменов, диджеев, продюсеров, студентов, неважно, что отношения мешают карьере, то, наверное, это, значит, не те отношения, потому что меня это только лишь мотивирует, вот, а рождение моей дочки Стеши, Стефани, безусловно, я не такой прилежный отец, как ты, то есть я... Я хочу, у меня уже 370 фотографий, которые готовы, будут, готовы к опубликованию. Моя дочка старшая уже просит тебя инстаграм-аккаунт, я не знаю, что делать, не знаю, как реагировать. На канал она уже в состоянии уже вести сама. Она уже делает влоги полноценные, пока у меня на телефоне, но... Я думал, да, что вот есть вот Асад Калид, да, сын диджей Калид, да, который создал культ вокруг своего сына, и я теперь понимаю, что это не показуха, что настолько крышняк едет, когда рождается ребенок, нет. И, безусловно, мне проще, мне проще, то есть я уезжаю, во-первых, каждую 5 суббот у меня нет в Москве, то есть мне в этом отношении гораздо проще, поэтому я говорю, давай второго, говорю. А она говорит, нет, 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 дай мне нужно немножко отдохнуть, потому что она проводит 24 часа, с дочкой как бы ей сложнее, вот, поэтому, вернувшись к твоему вопросу, семья, дочь, жена моя, это огромный мотиватор и огромный двигатель меня вот вверх. Да, то есть, когда у тебя сложные времена или что-то идет не так, у тебя всегда есть опоры, которые в тебя продолжают верить, и несмотря ни на что будет тебя поддерживать. Да, безусловно, безусловно. Класс, класс. И с другой стороны, да, есть мама, которая скажет, Кирилл, блин, да что ты ерундой занимаешься, ну куда ты вообще, ну что это такое, и это меня тоже мотивирует. А не, наркоман у вас там, да, с алкоголиками? Нет, она такая... Мы меняем этот стереотип, мы его ломаем, мы бегаем, прыгаем, хорошо проводим время с пользой для здоровья. Да, вот, мама наоборот бывает, говорит, Кирилл, ну господи, ну будет тебе 40, что ты будешь так же скакать, я как бы пытаюсь себе сидеть, мама, ну вот Гетти 47, ну ты посмотри, какой он красавчик, как бы, и поэтому, то есть у меня со всех сторон, то есть здесь меня набут подначивают, говорят, что чувак, ну че, ну блин, ну займись чем-нибудь серьезным. Звездочные меня, наоборот, поддерживают, да, как бы, то есть со всех сторон я укомплектован вот этими мотивациями. Но как бы, понимаешь, здесь дело в чем? Что нужно, я во всем вижу мотивацию, то есть если меня кто-то, прости меня, обострет, да, для меня это будет мотивацией. А если люди, когда их обострут, они, наоборот, замкнутся в себе и подумают, что я неудачник, и у меня ничего не получится, то есть это зависит от настроя, это тоже очень важно. То есть важно верить в свои силы? Ну блин, и что, как бы, все, что, абсолютно все, что я планирую, все сбывается, понимаешь? Я вот сейчас наметил еще одну цель, я хочу поехать с Z в тур, как бы, и я думаю, что у меня это получится, вот, по-любому получится. Собственно, все, да, да, сейчас просто бум-бум-бум, вот все, что наметил, все получается. Поэтому я думаю, что 2-3 года, и ценник будет там не полторы-две тысячи долларов, а уже десяток тысяч. И коммерческие тайны уже раскрываешь? Ну, это вырежем. В общем, да, действительно, нужно, это все банально, но, как я всегда говорю, что нужно верить в свои силы, работать, но очень немаловажно, что нужно работать. Есть много людей, много людей, много проектов, которые работают, но у них нету такого скачка, допустим, как у моего проекта. Почему? Потому что нужно работать с головой. То есть, даже продавая себя в России, это нужно, очень много артистов пытаются продать себя, но не у всех получается это сделать, допустим, как у меня, потому что нужно ко всему подходить с головой. Я думаю, что, допустим, есть проект Well Done, да, есть проект Juicy Tracks, то есть есть масса проектов, которые, я также знаю, что сидят и целыми днями работают, там, занимаются своим букингом, занимаются букингом за рубеж и так далее. Но они делают, значит, это немножечко как-то не так, раз их нет на Tomorrowland. Понимаешь, понимаешь, о чем я говорю? Либо планка не та, просто они выставили себе не тот, не те цели, возможно, да? Не будем говорить, что они, может, не так работают. Для одного человека достаточно иметь определенный заработок в месяц, для другого иметь 100 гастролей в год. Короче, мне реально всегда мало. Сколько бы денег ни было, мне всегда мало. То есть, какие бы фестивали, то есть, Tomorrowland классно, да? Казалось бы, чувак, ты и так выступил на Tomorrowland, не знаю, мне хочется на Mainstage. И мне не хочется на Mainstage как Шапов. Ну, как бы сначала, да, но после Шапова, вот как вот он выступил, мне хотелось бы играть на Mainstage уже в 10 часов вечера. То есть, мне всегда всего будет мало. Мне кажется, я больной на этой теме. Я реально больной. То есть, мне кажется, когда я выступлю на Tomorrowland, я не знаю, куда уже дальше там. То есть, ежегодно, то есть, короче, всегда нужно куда-то расти. Закреплять спины. И то, что мне всегда всего мало, я думаю, что это больше всего двигает от меня к вот этому, к моей цели. Которая постоянно куда-то растет, и я даже не знаю, куда. Ну, это здорово, то, что у тебя есть цели. Многие сидят бесцельно, они делают продукты, не знают, что с ним делать в итоге. Всегда должен быть план. Кирилл, спасибо тебе за очень такую интересную беседу. Я для себя сам почерпнул много. Это каждый день это слышишь. Нет, ну, когда ты проговариваешь, как говорится, повторение, мать учения. И спасибо, что ты был с нами, рассказал свою историю нашим слушателям. Может быть, какие-то наставления начинающим ребятам, которые стартуют в музыкальном бизнесе? Да. По поводу стартующих ребят в музыкальном бизнесе. То есть, что касаемо продакшена. Мне кажется, что, хоть я не продюсер, но в этом я варюсь уже очень много времени, в плане не долго, там, количество лет, а вот, естественно, каждый день, нужно выработать какой-то свой стиль и отличаться от других. Не нужно копировать, там, Валентина Хана или, там, Эдисона Марса, да, то есть нужно выработать какой-то свой стиль и продвигать его. Вот. Ни в коем случае не нужно, как мне многие говорят, да, я написал это для себя. Ну, что значит, ты дописал это на себя? Что это значит? Ну, ты потрать... То есть, нужно тратить свои силы так, чтобы от этого было максимум пользы. То есть, пытаться куда-то что-то подписать, пытаться с кем-то вписаться в коллаб, пытаться что-то еще. Вот. Не нужно это вот подписывать и выкладывать в контакт, потому что это все пустота, как бы. Я думаю, что нужно искать какие-то вот лазеечки и так далее. Пример, там, Вион Конгер, ну, это просто космонавт, на мой взгляд, это самый пробивной чувак из всех, кого я знаю. Он научил меня, чем Dorn Records, да, отличается, там, от Spinning, что значит sub-label Spinning. То есть, он меня многому научил, да, вот этот вот 15-летний сопляк, да, на тот момент, научил меня очень многому, и за это очень большое. То есть, он знает почты всех артистов напрямую. Как он это делает, я знаю, но не скажу, но он это делает. Вот. Пример тому, как нужно работать. То есть, а многие как, ну, на лейбл меня не возьмут, я новое имя, но выложу в контакт, вон, джипол, ну, что, нужно думать головой, господи. И что, выложу в контакт, ну, три скачки у тебя, и что, двое написали комментарии, твой папа и я, как бы, ну, и все, ну, куда, ну, что за смех. То есть, нужно максимально свой продакшн пытаться реализовать. Долбить Мишу, как бы, показать Мишу. Если Миша понравится, Миша включит свои какие-то связи там. Если Миша не понравится, все. Какой Миша? Мазунов. И может трек можно на помойку сразу, да, то есть, если не понравится, как я обычно делаю. Миша скидывай, если Миша это, если нет, я сразу говорю, да не, удаляй монтажку. Вот. Это касаемо продакшн, найти свой стиль и пытаться пробиваться. Вот. Ну, второй момент. Нужно, безусловно, начинающему артисту придумать, это тоже очень важный момент, свой образ. Потому что, давайте возьмем пример голландцев, да, то есть, все голландцы, все нюнеймы, как бы, допустим, возьмем, давайте вспомним. Джакс, Мадикс, кто там еще, и Холленд Раш. И все, я вот сказал эти имена, и ты такой, так, так, как же они выглядят? Они в черной футболке, их двое, и они стоят вот так, да, как. Все одно и то же. То есть, безусловно, должен быть свой какой-то образ, то есть, а возьмите американцев, возьмите маршмелло, возьмите, окей, крашеный чувак в кепке, возьмите слушай, да, с этим зеленой фигней и в хоккейной майке слушай, да, любого американца, возьмите там, возьмите даже джауса, да, вот эта акула, которая везде позиционирует себя на фишах и так далее. То есть, образ очень решаем, потому что ты должен запоминаться. Есть определенная идентика, с которой постоянно люди, увидев какой-то образ, они могут ассоциировать его с артистом. Ну, ты должен запоминаться, ты должен выйти за пульты, ты должен чем-то, ты не должен быть просто, вот я могу позволить себе быть в черной футболке и в черных джинсах, потому что я так себя веду за пультами, что я по-любому запомнюсь. Кому-то понравится, кто-то подумает, что за обдолбанный наркоман, третий подумает, что за клоун, что-то подумает. Что за чами? Да, никто, никто так не подумал. Чами, пожалуйста, вот посмотрите, вот образ священника, вот это вообще, это просто удар. Здоровский прием. Это просто удар, это провокация, это удар в религию, это просто все вот это, вот образ, мало, пожалуйста, образ. То есть французы это дафтпанк, французы, Мартин Солвич, да, Солвик, тоже возьмите вот в этой его повязке, в очках такой, с усиками. Вот, французы, пожалуйста, нужен образ, это очень важно. Соглашусь с тобой полностью. Вот, ну ты не можешь не согласиться, Михаил. Вот, и последний, наверное, момент, то есть музыка, образ, ну и как бы думать своей головой, как бы куда, что, как, поставить свои цели, идти, и как бы, я думаю, что все будет тип-тап. Спасибо тебе за разговор. Спасибо, что позвал, Михаил. Спасибо всем, смотрите обязательно наш флог.